Музырь и звук, шелест платьев и роскошь вокруг, и красавицы ждут его рук, лишь мимолетного танца. Голосом оперной дивы Екатерины Лехиной, героиня диснеевского фильма, сейчас поет во всех кинотеатрах страны. Судьбоносный звонок с предложением озвучить «Мадам де гардероб» в киноленте «Красавица и чудовище» раздался в декабре прошлого года, а в январе кандидатуру русской певицы утвердили. Сам процесс необыкновенно увлекательный, интересный и сложный, потому что ты не заново создаешь героя, как ты это чувствуешь, как ты это представляешь, но каждый актер должен четко совпадать с артикуляцией американских актеров. На то, чтобы диснеевская героиня запела и заговорила по-русски, ушло два дня. За это время Екатерина успела ее полюбить. Это, конечно, не центральная роль, не главная, но очень интересная, яркая, характерная роль, потому что в человеческом обличии моя героиня является оперной певицей, кем я являюсь в принципе в жизни. В заколдованном замке чудовище – это уже образ гардероба, комода разговаривающего и поющего. Слава богу, у меня все получилось, так сказать, с первого раза, и все были довольны и сказали, что это было попадание в десятку. Богема и Аланта, волшебная флейта – десятки ролей в культовых оперных постановках. Сегодня Екатерина Лехина блистает на подмостках лучших театров мира. Из-за плотного графика на малой родине в Самаре бывает редко, хотя свой творческий путь Екатерина начала именно здесь. Закончила музыкальную школу, затем поступила в Московскую хоровую академию. Выбор дочери родители сначала не одобрили. Она сказала, я поеду. Я думаю, ну и что, или я с ней поругаюсь, оставлю ее и будем это, или я ее отпущу. Ну, я ее отпустила. Думала, не пройдет. Прошла. Прошла. С тех пор Екатерина уверенно идет к вершине музыкального Олимпа. В 2011 году она стала лауреатом премии Грэмми. Теперь получила опыт на студии Диснея. В Самару оперная дива планирует приехать в декабре, возможно, даст сольный концерт. Алина Чемерес, Константин Головин. События.